Приблизительно месяц назад, 9 апреля, члены Палаты представителей США Адам Шеф и Гас Билиракис представили новую резолюцию о признании так называемого геноцида армян. Чем это закончилось, все знают. Трамп еще раз подтвердил, что армянская община США не больше, чем маленький инструментик, которым пользуются от выборов к выборам, а между ними все о них забывают. Короче, Трамп не использовал слово геноцид. Однако, оказывается у армян есть сверхсекретное оружие, которое могло бы заставить Трампа все-таки признать эту историческую фальсификацию. Впервые об этом оружии заикнулась член Конгресса армянского происхождения Джеки Спеер. «Думаю, что в нашей диаспоре есть секретное оружие, чтобы добиться того, чтобы Трамп признал, в кавычках, геноцид армян. Думаю, нам всем нужно обратиться к Ким Кардашьян и попросить ее присоединиться к нам, чтобы добиться действий от Трампа», заявила Спеер. Я не знаю, как эта Спеер с такими истинно фантастическими политическими навыками получила мандат конгрессмена, но признаюсь, что я не нашел вопроса на ответ, каким образом Ким Кардашьян должна была воздействовать на Дональда Трампа, чтобы тот сказал то, что нужно армянам. Теперь о другой супердержаве – России. В отличие от Трампа, повлиять на Путина таким же образом не получится по одной простой причине, что в России нет Ким Кардашьян. Но в России Кардашьян и не нужна, потому что уже идет тихая, латентная и всесторонняя подготовка к полномасштабной оккупации армянами юга этой страны. Сегодня я расскажу о четырех составляющих этой оккупации. Первое – создание фиктивной истории. Поскольку армяне для доказательства своей правоты очень любят ссылаться на интернетовские материалы, в частности на Википедию, хочу прочитать вам выдержку из статьи об армянах в Краснодарском крае. Хотя армянское население на территории края известно, по крайней мере, с первого века до нашей эры, в связи с пребыванием многотысячных армянских легионов Тиграна Великого на охране окраин понтийского Митридата VI. Вот в чем армянская фитрость. Они не пишут большие статьи, в которых рассуждают о своих претензиозных планах. Поскольку Россия – страна, умеющая наказывать предателей, действовать армянским идеологам, приходится очень осторожно. Одно предложение, одно ключевое слово, и этого вполне достаточно для того, чтобы в будущем рассуждать о тысячелетней истории армян на юге России. Таких слов и предложений можно найти и в статьях о Ставропольском крае, и в статьях об армянах Ростова-на-Дону и т.д. Словом, армянские историки создают новую, армянскую историю юга России. Второе. Религиозная экспансия юга России. Посмотрите на эту карту Армении. Это карта церквей Русской Православной Церкви в этой стране. Не очень-то много русских церквей в Армении, не так ли? А теперь посмотрите на эту карту. Это церковь Армянской Апостольской Церкви на юге России. Исходя из исторического опыта следует, что каждая армянская церковь – это авангард, фарпост и главный координатор деятельности по оккупации той или иной территории. Так происходило в Карабахе, так и сегодня происходит в Грузии, и, как мы видим, так происходит на юге России. В зону влияния епархии юга России Армянской Апостольской Церкви входят Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, а также Абхазия и Северная Осетия, что, несомненно, должно быть интересно для наших грузинских друзей. Учтите, что за каждым из этих знаков стоят 2-3, а то и целых 5 армянских церквей – Сурбхач, Сурбгеворг, Сурбсаргиз и прочие церкви. В общем и целом я насчитал 55 армянских церквей в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Дагестане и Северной Осетии вместе взятых. Число армянских церквей на юге России растет изо дня в день. И вот что интересно. Любой армянин, живущий в Краснодаре, Ставрополье, в Сочи или в Ростове-на-Дону, не называет церковь по-русски, например, Церковью Святого Креста, а называет его по-армянски Сурбхач, что в свою очередь подводит нас к следующему важному компоненту. 3. Армянские национально-культурные автономии и школы на юге России Если хочешь уничтожить народ и завладеть его территориями, уничтожь прежде всего его язык и культуру. Центр армянской народной культуры в Анапе Пашковский армянский культурный центр Наири – армянская национально-культурная автономия Региональная национальная культурная автономия Нор-Нах-Чиван И Ростовская-на-Дону – армянская национально-культурная автономия АПАГа В этом регионе действует несколько штабов Союза Армян России, которым руководит армянский магнат Ара Абрамян. Количество армянских средних школ, школ танцев, различных кружков – несчастье. Повторюсь, что число армянских школ, как и церквей, растет по геометрической прогрессии. Причем эти школы по большей части находятся в непосредственной близости от армянских церквей, что также не случайно. Армянских детей обрабатывают сначала в школе, а потом в церквях. И, разумеется, никто не имеет права пропускать уроки армянских священников. В Южном Федеральном Университете на факультете регионоведения уже появилась кафедра арминоведения. Должна была появиться в Ереванском Государственном Университете кафедра по изучению русского языка. Появилась? Нет. А что дают армяне русской культуре? Гаррика Мартиросяна, Михаила Галустяна, Кешьяна, Керакосяна, Маргариту Симоньян и так далее и тому прочее. В общем, целый букет гадостей, которые превращают русских в самую некультурную нацию мира. Теперь угадайте с первого раза, на чьей стороне будет культурный европеец, американец или кто-то еще. На стороне культурных армян или невоспитанных русских. Отлично продуманная схема, не так ли? Но это не все. Четвертое. Армянские политики местного уровня. Это депутаты городского собрания Сочи. 50 человек, из коих 9 депутатов армянского происхождения. Армяне присутствуют в очень больших количествах законодательных и административных органах, также Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области и так далее. Для чего это нужно? Для того, чтобы иметь возможность менять названия сел, городов, церквей, влиять на решения и претворять в жизнь замыслы своих идеологов-националистов. Я прочитаю предложение из одной новости. Конференция не случайно проходила в Донской столице, которая свой нынешний современный облик обрела после слияния в декабре 1926 года двух городов – русского Ростова и армянского Нор-Нархичевана. Вот так. Армяне уже давно начали оккупировать географические названия в России. Попытки изменить название Адлер на армянский Нор-Луис – наглядный тому пример. И это везде так. Масштабы их деятельности по армянизации Юга России настолько огромны, что могут вместиться только в их кровавую идею по созданию так называемой Великой Армении. От моря до моря. Никогда не поздно опомнится. Русские и казаки, черкесы и карачайцы, дагестанцы и другие народы, которые веками жили в мире и согласии. Все произойдет в один миг. И вы просто не успеете опомниться, как вдруг окажется, что ваша земля – это не ваша земля, а армянская. А доказывать обратное будет очень трудно, практически невозможно, потому что искусственно созданный образ культурного армянина всегда будет одерживать верх над дикими народами России. Что касается русских, скажу одно. Ваше спокойствие основано на вашем величии и имперском мышлении. Однако это также ваша основная слабость. И армяне давно играют на этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова